Наверное, многие сталкивались с прибором, устройством или процедурой, в которых предусмотрена защита от дурака. Нет, речь идет не о защите от случайного нажатия, которое обязательно снабжается оружием, а именно защита от дурака, чтобы любопытное или бестолковое тело не смогло воспользоваться чем-то, что может принести проблемы ему самому или окружающим. Насколько можно понимать, система выборов президента США устроена примерно таким образом. В конце концов, за президента голосуют не граждане США, а коллегия выборщиков. В этом есть плюсы и минусы, но, наверное, изначально это было разработано в виде такого вот механизма. На примере Германии можно увидеть другой вариант такого же механизма. На самом деле там прямые выборы президента. Граждане голосуют и в отличие от США там не может случиться ситуации, когда большая часть граждан проголосовала за одного кандидата, а президентом, как Трамп, был избран другой. Тут все по-честному. Если большинство проголосовало за определенного кандидата, то он им и станет. Другое дело, что он не имеет никаких реальных полномочий. Все реальные рычаги власти сосредоточены у канцлера, а его граждане не избирают. В данном случае его избирает парламент, и граждане могут влиять на этот выбор опосредованно, голосуя за ту или иную политическую силу, которая сможет выдвинуть и утвердить свою кандидатуру канцлера в парламенте. Понятно, что здесь мы даем упрощенную схему, но принцип защиты от дурака уже ясен. У нас такой защиты не предусмотрено, и результат мы можем наблюдать уже целый год. Мало того, что у нас нет не только механизма защиты от дурака, но нет и механизма исправления ошибки или отзыва дурака, что оставляет единственный механизм, известный по Декларации Независимости США. Не стану ее цитировать, поскольку делал это уже множество раз, а желающие могут сами ее почитать и найти нужный текст. Но вот что мы получили в результате. Не могу утверждать на 100%, но по всем признакам, сейчас мы имеем верховную власть, которой никогда еще не было в истории Украины. Нам довелось наблюдать всякое на Банковой, но вот самоустранения от выполнения своих конституционных обязанностей еще не было. По крайней мере в такой явной форме точно. На самом деле подозрение в этом было еще на начальном этапе деятельности первого лица. Сложилось впечатление, что эта развеселая команда Орликинов и Шутов расселась по своим креслам так, как они договорились между первым и вторым турами выборов. И это схема распределения полномочий, прямо скажем, «Ничего не имеющее общего с тем, что сказано в Конституции, была основана на каких-то личных договоренностях и предпочтениях». Но, например, зная свои проблемы знаний в каких-то областях, я не лох переложил, временно, пока сам не войдет в курс дела, на близнецов Богдана и его брата. Это было слишком хорошо заметно, но вот такая схема хоть давала какое-то рациональное пояснение того, что по сути, завхоз или завканцелярии явно действует в рамках полномочий и компетенций первого лица. Еще раз, это прямо противоречит Конституции и когда это тело чего-то там вещает в прессе и проводит совещания не с аппаратными работниками администрации, а с людьми, которые не находятся в его ведении, то невольно возникает вопрос «Пацан, а ты кто такой вообще?». Фокус тут в том, что он не имеет таких полномочий по закону, а первое лицо не имеет права делегировать кому-либо своих полномочий, полученных в результате выборов. Проще говоря, для осуществления ряда полномочий президента, у него имеется мандат от населения страны. А вот этот странный тип, то ли Андрей, то ли Богдан, никогда не избирался для того, чтобы их осуществлять и как юрист должен был понимать, что ему их никто не может и делегировать, поскольку в случае невозможности исполнения своих обязанностей по разным причинам, закон предполагает переход верховной власти не к главе администрации, а к председателю Верховной Рады и больше ни к кому. По этой причине хамоватое и вызывающее поведение завхоза вызывало удивление буквально всех, даже тех, кто за это все проголосовал. Но вот с Банковой ушел сначала Андрей, а за ним дематериализовался и Богдан. Кстати, где они? Никто не в курсе? И, казалось бы, это порочная практика, когда какой-то левый пассажир принимает какие-то решения вместо первого лица должна была уйти в прошлое, вместе с этими двумя персонажами, но ничего подобного. Вместо двух толстых пацанов теперь один, не менее толстый, с позывным Емрак. И снова повторяется та же самая история. Опять завхоз проводит пресс-конференции, что-то там вещает от лица руководства Украины, хотя имеет право вещать только от лица секретарш, пылесосов и швабр. Причем делает это с таким же опломбом и умным видом, как это делали его предшественники-близнецы. Из этого напрашивается всего один вывод – первое лицо самоустранилось от исполнения своих конституционных обязанностей и поручило их исполнять лицу, которая не имеет права этого делать в принципе, отсюда возникает вопрос о том, за кого проголосовали эти самые 73%. Ведь на самом деле верховную власть осуществляет непонятная братва с крайне подмоченной репутацией. Вот это все свидетельствует о том, что механизм защиты от дурака крайне необходим. И почему-то вспоминаются принципы Древнего Рима, которые регулировали вопрос наличия или отсутствия у конкретной персоны, право избирать и быть избранным. Это не к тому, что такое надо внедрять и у нас, а к тому, что даже в Древнем Риме была понятна необходимость механизма защиты от дурака, а потом некоторые утратили этот опыт и эти знания. Этот вопрос еще недавно мог бы считаться чисто теоретическим и мог бы обсуждаться в узком кругу специалистов в области конституционного права, но если отталкиваться от качества исполнения всей верховной властью своих конституционных обязанностей в рамках конституционных же полномочий, прямо сейчас можно наблюдать практические результаты этой ситуации. Буквально несколько дней назад мы имели ситуацию, когда одновременно мы имеем войну, пандемию и масштабное стихийное бедствие. И результат везде одинаков. Полный завал. С фронта снова везут массу раненых, потому что с той стороны почувствовали слабину, а с нашей рассказывают «надо просто перестать стрелять». И во что все это может вылиться – большой вопрос. Но уже нет речи о базовых конституционных понятиях «суверенитет» и «территориальная целостность», о которых сказано в первых, стартовых статьях Конституции Украины. После того, как власть провалила карантин, проигнорировав его грубое и повсеместное нарушение церковью страны-агрессора, стало понятно, что здесь нет и не было понимания самой сути проблемы. После слов о том, что в этот раз в церкви пришло всего 130 тысяч вместо нескольких миллионов в прошлом году, стало понятно, что понятие «нулевой пациент», с которого развивается эпидемия и пандемия, просто неизвестно в высоких коридорах и обо всем остальном нет даже смысла рассуждать. Ну и последнее. Весь мир следит за тем кошмаром с горящим севером Украины. Ни предотвратить этого, ни бороться с этим не получилось. Впрочем, как и со всем остальным тоже. Пожар потушил дождь. Ну а о том, что экономика просто рушится, опять же непонятной братвой, тоже не стоит рассуждать. То есть все, что можно было завалить, завалено. А в это время страной рулят непонятные «богданы-емраки» и до чего дорулились, каждый может увидеть самостоятельно. А все почему? Потому нет механизма защиты от дурака. ПОДПИШИСЬ! ПОДПИШИСЬ! Скочет.